Субтитры создавал DimaTorzok Нам было бы... Были стопудово... Это прям можешь рассказать, что у тебя никогда не было факапов. А кодить что ты будешь? Грисфул шатдаун, как пишут на голове. Частый вопрос такой бывает. Первые два слова, что было? Расскажи немножко о себе. Ну, я буду так сразу говорить. Я начинал свою программистскую карьеру лет в 15, наверное. У меня был тройка. Он куда-то пропал в один день. Мне написал, вот как-то я узнал, что он в доме пионеров. Раньше были дома пионеров. Я не знаю, кто еще застал. Я пришел за ним туда, типа, его искать. А там компьютерный класс. И вот это вот прям вот компьютерный класс. И все, это зацепило. И вот это было первым. А вторым было, знаете как... В компьютерном классе стояли старые электроники. И был руководитель. У него стоял 286. И он играл в «Альфенштейн 3D». И обычно за ним собиралось вот так вот полукругом народ. Народ смотрел, как он играет. И первое было вот это классное впечатление, когда я написал игру на бейсике. И все стояли за мной. И вот все. И после этого программирование на всю жизнь. Мне кажется, так многие начинают с игр. Да, оно до сих пор осталось как хобби. Не хочу это превращать в профессию. Но как хобби оно есть. То есть ты дома делаешь какие-то игры? Да. Дома есть какие-то маленькие наработки. Есть мечта сделать, конечно, что-то большое, что выйдет прямо в мир. Все скажут, да, это он, это победитель. Но пока как-то все. Семья, работа. Ну, а геймджемы, да. В некоторых я даже побеждал. При зрительской симпатии там в каком-то. Ну, это все мелочь. А как ты попал в сетевое программирование? Я сначала попал на работать на северную железную дорогу. Ну, не так, чтобы я украдывал шпалы. Нет, конечно, это был вычислительный центр. И там стояла задача передавать данные, ну, собирать данные со всех участков, собирать их в одно место и отдавать куда-то дальше. И мы писали просто, вот есть папочка на одном компьютере, есть папочка на другом компьютере. Их надо засинхронизировать. Это должно работать так, чтобы докачивалось, если связь даже обрывается. Потому что дальше, ну, только-только ушли от времен модемов. И это был первый этап. Очень забавно было, что этой программой потом люди перекачивали файлы к себе на компьютер откуда-то еще. Потом это подкрепилось тем, что, ну, понятно, молодые коды, все играют в Counter-Strike. Мы работали на железной дороге, играли всей железной дорогой. И в какой-то момент мы стали забивать трафик, и нам админы стали его резать. И, ну, понятно, мы, вот я писал программу для шифрования и расшифрования трафика, я у себя на компе ее ставил. Ребят в Москве ставил дешифровщик и гонял через эту софтину в контру с ребятами. Ну, было весело. То есть, безопасность наших железных дорог, она... Ну, это уже было 20 лет назад. Думаешь, все изменилось с тех пор? Я надеюсь. Слушай, а как ты попал в Амру? Мой знакомый устроился в Амру, вот, и у нас как-то зашла речь о том, что им нужен питоний разработчик-питонист. Вот, я немного знал питона, я что-то сказал, смотри, я могу на питоне. И что-то у нас так закрутился разговор, с руководителем мы пообщались туда-сюда, и так я думаю, а чего бы нет, давно хотелось переехать в Питер, я до этого жил в Ярославле, и уговорил всю семью, и мы такие хоба, и переехали. Что-то изменилось в тот момент, когда Амру купил Мэлору Групп? Получилось очень здорово, у нас дух стартапа, вот, при этом под кругом большой компании. Вот мы собрали плюшки отовсюду, это великолепно. А вот расскажи, что такое для тебя вот этот вот дух стартапа? Мне кажется, многие могут не понять, как он ощущается? Как будто ты с друзьями собрался ночью в компьютерный клуб, если кто помнит, такие времена. И как-то весело, задорно, молодежно, и при этом, а задачи вроде сложные, задачи решаешь, но тебе на работе хочется решать, ты приходишь домой, и вроде об этом думаешь, и смотришь там в корпоративном чатике, там 12 ночи, кто-то пишет, что смотри, я релиз выкатил. Блин, 12 ночи, да не, нормально все будет. А тебе никогда не казалось, что, может быть, клево было бы быть простым сварщиком? И ты сегодня сделал свою работу в 6 или 8 часов, вышел оттуда и совершенно о ней забыл. Мне кажется, вот в таких стартапах, в больших IT-компаниях, ты все время в работе, выходной, дома, в душе, ты все время о ней думаешь. С одной стороны, когда у тебя врал, такое бывало, и вот ты сидишь такой, кодишь, да, у тебя там ошибка, там куча народа, вот, там за левым плечом гендиректора, за правым плечом техдиректора, и тебя от этого только трясет, а тебе еще надо там поправить, что ты разобраться не получается. Думаешь, блин, лучше бы я был каким-нибудь инструктором по сноуборду, учил бы девочек кататься, но почему нет? Вот, а другие моменты нет, потому что работа, она почти как хобби, то есть это же работа с чистой информацией, ты творишь, ну, то есть это, ну, как художник, только в цифре. Это замечательно, это великолепно, а результат работы, если ты увидишь результат работы, если он есть, он вдохновляет, тебе хочется идти дальше и дальше. Расскажи вот больше о том, какие задачи ты решаешь, или где люди могут посмотреть то, что сделал именно ты? Мы рассказываем для обычных людей, для программистов, то есть кому объяснять? Скорее для программистов. Для программистов, окей, я занимаюсь глубоким бэком, я занимаюсь тем, как данные ходят, как сохраняются в базу, сохраняю схемы, разрабатываю схемы, определяем потоки данных, масштабируемость, кластеризацию и вот эти вот вещи. То есть они снаружи не видны, но если снаружи посмотреть, ты кликнул, и все работает быстро, вот это вот очень близко ко мне. Нам было бы очень интересно посмотреть, как выглядит архитектура такой системы. Не могу ты немножко подробнее рассказать? Ну, пока я все разрабатывал, некоторые вещи могу показать, как мы делали, они достаточно интересные. Да, можно рассказать о том, как мы делали отказовоустойчивую систему. Допустим, у нас есть пользователь. Пользователь генерирует какие-то события. События складируются в базу, из базы они попадают в Rabbit. И на этом этапе пока все еще хорошо. А дальше мы должны данные... Rabbit является шиной данных. Дальше нам надо эти данные из Rabbit забрать каким-то своим сервисом. Агрегировать и отправить дальше в Kafka. В патч Kafka. И вроде как все хорошо, и производительности нам хватает. Единственный момент, что вот этот сервис получается в единственном экземпляре. И не дай бог, если с ним что-то случится, то все остановится, все ляжет. Потому что вот здесь у нас есть... Из Rabbit можно собрать кластер, из Kafka можно собрать кластер, а из этого нет. Что мы делаем? Мы создаем еще один инстанс нашего приложения. Говорим, что они читают оба одновременно. Одновременно каждый имеет копию данных. Они общаются между собой. Они оба пытаются писать в Kafka. Но зоукипер в Kafka нам говорит, что окей. В данный момент писать могут много, но читать может быть только один. Читатель может быть только один. Мы пользуемся этой штукой. И когда нам Kafka говорит, что читает, допустим, вот этот сервис, то он является мастером. И все данные дальше рассылает только он. А этот работает в холостую. Но если вдруг что-то случается, ну как-то вот умирает вот эта машина, перезагружает ее, что-то с ней случается. Зоукипер с Kafka уведомляет вот этот сервис, что теперь он мастер. И все у нас продолжается выполнение дальше. И мы ждем, пока починим вот эту штуку. Ну, получается, достаточно отказоустойчивая система. Расскажи немножко про Амру. Амру – это классно. Амру – это весело, задурно. Всех зовем туда. И, может, кто не любит машины? Мы работаем с машинами. Это же, по факту, это классифайт и помощь в покупке автомобиля, правильно? Да, абсолютно верно. Какие-то, может быть, дополнительные сервисы, услуги? На самом деле их очень много. Может быть, я не так на виду. У нас есть отдел машинного обучения, который помогает выбрать, ну, делает кучу подсказок, просчитывает стойкость, просчитывает ликвидность, еще что-то. У нас есть журнал прекрасный, к которому есть куча статей, есть ПДД, где можно попрактиковаться или возобновить знания свои. Полно новостей. Расскажи о языках программирования, на которых ты пишешь. Если есть студент, которому есть из чего выбирать, куда пойти учиться, я бы сказал, что ему надо получить C++. C++ – очень хороший язык, он структурирует мышление. На нем всегда можно будет найти работу, плюсовики очень всегда ценятся. Но если хочется чуть-чуть быстрее развиваться и что-то чуть-чуть попроще, надо брать ГО. Сейчас, наверное, даже мейнстрим. По участию в Highload, допустим, было понятно, что на ГО будет много проектов. Удивительно, что ГО обогнал Яву по производительности. И очень близок к C++. То есть, если мы берем какое-то решение, которое надо сделать, то на ГО мы его сделаем, ну, допустим, условно за день, а на C будем писать три дня. А по производительности практически никакой разницы не получим. Да, если у нас там прям вот такая загрузка, что счет на микросекунду, не мили, микросекунду, наверное, да, придется брать C++. Но такие задачи возникают редко. И как архитектор могу сказать точно, что лучше масштабировать горизонтально, лучше поставить рядом еще одну ноду, еще одну машину, и распараллелить процессы, чтобы разбалансировать нагрузку, чем идти в сторону, там, выиграть еще, там, 3% производительности, вот здесь вот выжить, и потом оставить код несчитаемый, что его через две недели сам разобрать не можешь. А в чем вот это преимущество ГО? Почему он так проще, лучше и быстрее на нем писать? Осталась концепция C++, ты получаешь бинарник, который исполняется везде. У него очень простая концепция языка и своеобразная объектная модель. Если известно, утина типизация, то есть, если ты ходишь как утка, крякаешь как утка и выглядишь как утка, наверное, ты утка. Вот это прям вот объектная модель в ГО. И очень-очень-очень богатая из коробки штатная библиотека. То есть, допустим, тебе надо написать HTTP сервер. Ты открываешь пример с помощью, и буквально в 15 строк у тебя HTTP сервер. Причем производительный. Но, естественно, не могу не спросить, за что все не любят КО. Как же без дженериков? Да, есть такая беда, но я бы сказал, как C++ программист. Мне дженериков, наверное, не сильно не хватает, потому что в дженерике очень обрезанный вариант шаблонного программирования, который есть в C++. Если туда притянуть шаблонное программирование и перегрузку функций, я говорю как плюсовик, у меня богатый опыт, 10 лет в C++, я не могу его просто так выкинуть. Поэтому это было бы плюсом, потому что некоторые вещи приходится переписывать по 2-3 раза. Тебе надо с двумя разными классами сделать одно и то же, с двумя разными типами, тебе придется написать две реализации. Похожих очень. C++ бы дало прирост. Но если исключить вот этот момент, который на самом деле не очень часто встречается, то в остальном ты можешь написать на ГО очень быстро, качественно. Ты практически не получаешь качественно, потому что язык способствует этому. Способствуют инструменты, которые рядом с ним есть, которые в его экосистеме живут. И ты не получаешь так любимых сишниками больше, чем C++ утечек памяти и проезда по памяти, и сикфлотов. То есть, качественный код за быстрое время и легкая поддержка, я думаю, что это выбор сейчас текущих компаний. Это очень правильный выбор будет для выбора языка. Кажется, Роб Пайк обещал, что во второй версии появятся как раз шаблонные методы. Надо подождать. Посмотрим, что из этого получится. Не хочется вилами по воде пока. Давай немножко пофантазируем. Не убьет ли тогда ГОАС C++? Убить не убьет. Это тот же самый вопрос, который поднимается. Где там убийца C, где там убийца кого угодно. Ассемблера нет. Все языки предназначены для своей ниши. То есть, глупо было бы брать C++ и писать на нем сайт. Глупо писать EvoScript и пытаться писать на нем операционные системы. У них есть своя ниша. ГОАК хорошо заточен под разработку микросервисов. Быстрая разработка, которая дает очень хорошее время работы, хорошую производительность. Но если нам где-то надо прям пипец производительность, ну, понятно, мы возьмем все равно C. Ты упомянул свое удивление, что ГО оказался в некоторых случаях быстрее Java. Но про Java есть такой миф, что Java, в общем, тормозит и очень сильно. И почему ты считаешь, что она должна была быть быстрее? Java, мейнстрим, в больших корпорациях. То есть, на нем написано очень много софта, очень много интерпрайза. На Java написано очень много интерпрайза. Она достаточно производительная, в общем-то, потому что иначе бы ее не брали тогда. И при таком количестве интерпрайза за столько лет существования Java вполне понятно, что ее вылизали в некоторых вещах. Да, ее ругают за скорость из-за сборщика мусора, конечно. Но если ты напишешь код, где сборщик мусора практически не участвует, все, ты получил прекрасную производительность. Слушай, а расскажи о своем собеседовании в Амру. Это было собеседование по скайпу. И, видимо, это традиция Амру. Обычно человек собеседует несколько людей. То есть, ты разговариваешь с тех директором, ты разговариваешь следами. Ты разговариваешь еще с кем-то, я уже сейчас даже не помню с кем. Это несколько этапов или одновременно? Нет, это все одновременно. Ну, не так, что прямо несколько людей задают тебе вопросы, и ты не знаешь, на какой вопрос ответить. Нет, конечно. То есть, один человек спросил, другой спросил, третий спросил, и ты всем отвечаешь. И, в общем-то, это важно, потому что, ну, если другой город, лучше, конечно, личное общение. Я сам за личное общение. Но если нет, хотя бы скайп. Да, потому что по ответам, по тому, что человек отвечает, по тому, как ты сам отвечаешь, понимают. Ты уживешься ли в коллективе, допустим, ты знаешь, не знаешь тему, или ты что-то там мог в резюме не написать, а на самом деле тему засыпили, а ты там раскрыл как раз то, что надо. И вторая важная часть из собеседования – это тестовое издание. Я считаю, что они важны. Причем важны, во-первых, с точки зрения показания кода. На резюме ты делаешь код красивый, ты его стараешься вылизать, и все такое. Ты, в общем-то, можешь показать, что код ты можешь написать классно. Скорее всего, в жизни ты так писать не будешь. Ну, всем известно, да. Но близко к тому вполне можно. Во-вторых, само решение задачи. То есть, если задача какая-то ставится чуть сложнее, то ее надо делать неделю, например. Понятно, что ты тратишь… Неделю тратить неохота, но в любом случае ты тратишь на это время, потому что ты хочешь куда-то устроиться. Ты готов потратить свое время для того, чтобы доказать, что ты хочешь туда прийти работать. И еще показываешь то, что даже если ты чего-то не знаешь, ты за это время можешь это узнать, подсмотреть. Ну, в любом случае важен результат. Ты можешь допиться результата или нет. И неважно, подсмотрел ты его где-то, сделал как-то, подспросил друга. Если ты все время будешь просить друга, и результат будет, да пожалуйста. А какие еще вопросы воздают на собеседование? Ну, частый вопрос, который возникает по жизни и который очень хорош для собеседования. Допустим, как написать безопасную установку работы программы «Грисфолшотдаун». Угу, а сам сможешь написать? Да, давайте. Окей, давайте посмотрим, как написать «Грисфолшотдаун». Сделаем какое-нибудь приложение. 3x файлик. Ну и начнем с самого начала. Для начала можно сделать обычную функцию, первую, из которой мы будем все вызывать. Будет основная функция. Что нам для этого понадобится? Наверное, надо эмулировать какую-то работу, и пусть это будет просто слип. Одна секунда на ожидание. Ну и какую-нибудь полезную вещь. Напишем «Окей», чтобы было видно, что программа работает. Окей, она говорит. Все хорошо. Теперь представим, что у нас есть какой-нибудь воркер, который мы хотим запустить, который работает тоже долго. Представим, что он работает 2 секунды. Ну и надо показать, как он работает. Ну опять же, fmt, println. Здесь он начал работать. Ну а здесь закончил. Так как это воркер, вызываем его в отдельной рутине, чтобы он работал в параллели. Окей, что же мы видим? Мы видим, что у нас воркер ничего не написал. И, в общем-то, это проблема. Окей, воркер начал работать, но наша главная программа завершилась, не дождалась завершения рутины. Поэтому надо сделать так, чтобы наша основная программа дожидалась, пока воркер не закончит свою работу. Но перед этим надо как-то воркеру уведомить, что работу надо заканчивать. Самый простой вариант, как уведомить воркера об окончании работы, это передать ему канал. Самый простой способ уведомить стальные процессы, что надо выходить, это закрыть текущий канал. Когда текущий канал закрывается, то чтение из канала позволяет узнать. Чтение из канала всегда проходит успешно. Правда, там нет никаких результатов. И при этом мы понимаем, что да, в этот момент воркер надо завершить. Да, что же произошло? Мы передали сигнал, но сигнал даже слушался, но в этот момент воркер все еще работал. И мы не дожидались окончания работы. Видимо, надо дождаться окончания работы воркера, хотя ему приходит сигнал. Для этого существуют, например, вейт-группы. Скажем, что мы дожидаемся одного процесса. Передадим вейт-группу в наш воркер. А в нем по окончании работы уведомим основную рутину, что да, этот воркер завершен. Осталось подождать завершение. Вуаля. Вот примерно такой код, например, можно ждать на собеседовании, когда просят сделать граффул шотдаун. Какая операционная система тебе ближе? Linux. А какую бы IDE ты выбрал? Light IDE я пишу в ней сейчас. Linux. Последние приложения, сайт, стартап, которые тебя впечатлили? Затрудняюсь ответить. Что бы ты выбрал? Стартап или крупная компания? Я бы выбрал сейчас Anru. Дух стартапа в крупной компании. Меня все устраивает. Сейчас многое изменилось. Буквально несколько лет назад все говорили, что mobile first. Теперь уже в этом году Google провозгласил, что AI first. То есть в первую очередь машинное обучение, искусственные интеллекты. Как думаешь, какой следующий тренд? Вот не помню, забыл в какой стране, но какому-то роботу уже дали гражданство. Вот мне кажется, все идет туда. Это смесь как раз. Машинное обучение будет выходить в реальный мир, мы будем с ним больше взаимодействовать. Когда тебя заменят роботы? Тогда же, когда они не заменят художников. Когда они начнут творить. Другого слова сложно подобрать. Творить и изобретать. Наверное, вот так. Сейчас же Google создает картины при помощи машинного обучения. Ну, не всем они нравятся. Ну, и не всем нравятся картины современных или бывших художников. И код тоже нравится не всем, которые мы пишем. На что последнее тебе не хватило денег? На дом, наверное. Сколько у тебя биткоинов? Я не интересовался этой темой. Вот вообще ни одного не намайнил. Каким бы супергероем ты хотел быть? Наверное, полезным и положительным. У нас в студии был Александр Щукин, ведущий инженер-разработчик Амру. Спасибо, Саша. Спасибо, что пригласили. Было очень приятно пообщаться.